приветствую вас друзья инвесторы на канале про инвестиции в казахстане с вами роман и разумеется многих сейчас интересует да когда же закончится цикл медвежьего рынка и бычий рынок наступит и начнется опять новое ралли так сказать на рынке акций и вот сейчас мы с вами поговорим что должно произойти чтобы начался новый цикл бычьего рынка но если данный формат и тема вам интересна можете уделить всего 5 секунд для то чтобы подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропускать все новые видео таким образом по данным банков америка американский фондовый рынок посылает неоднозначные сигналы поскольку настроение инвесторов остаются подавленными это неоднозначные сигналы означают что начало нового ралли на рынке акций скорее всего не произойдет пока не появится три катализатора по мнению майкла харнета из банков америка этими тремя катализаторами необходимыми для запуска следующего бычьего рынка акций являются то есть первое это разумеется пик инфляции когда будет пройден именно пик инфляции то есть второе это пик процентной ставки то есть когда фрс дойдет до этого пика когда инфляция начнет тормозиться и разумеется 3 это разворот фрс в 2023 году как ожидают инвесторы при этом пауза или сокращение цикла повышения процентной ставки фрс маловероятно без наличия большой рецессии но в то же время что касается настроение на рынке харин это отметил что инвесторам на фондовом рынке по его мнению следует покупать акции прямо сейчас поскольку единственный раз когда наблюдался подобный уровень пессимизма инвесторы не заработали деньги делая ставки против длинных позиций был случай с компанией лехман здесь я конечно же немного бы тоже усомнился в этом случае что сейчас ему нужно покупать акции а чуть позже я как раз таки расскажу почему я так считаю а насчет пессимизма который о котором он говорит на рынке наглядно можно увидеть в индикаторе bull and bear то есть если посмотреть на этот индикатор сейчас в том перед вами том показывает сейчас нулевое значение другие индикаторы также есть настроение на рынке это такой можно например индекс страха и жадности который сейчас тоже показывает нейтральное значение да на данный момент то есть сейчас вы видите перед собой в реальном времени можно сказать а также последние опросы инвесторов показывают что на рынке по-прежнему находится повышенные медвежьи значения то есть медвежий рынок еще не закончился ценах не учитывается многие плохие новости а также настроение находится на самом дне именно такое заявление сделал харнет то есть он имеет в виду более чем 20 процентное падение snp 500 в начале этого года пока инвесторам не хватает полной ясности чтобы полностью вернуться на рынок поскольку на горизонте еще много больших экономических рисков еще высокие показатели инфляции рост процентной ставки и реальная вероятность экономического спада кроме того несмотря на то что настроение инвесторов находится на низком уровне фактически данные потоках средств не полностью подтверждают эти чувства и настроены по медвежий но никто пока ничего не продал а именно так сказал харнет подчеркнул что каждые 100 долларов притока средств на рынок с начала 2021 года приходится всего 3 доллара оттока из акций вот почему инвесторам следует проигнорировать часть риска и продать акции когда snp 500 поднимется до уровня 4200 пунктов но представляет собой потенциальный рост примерно на 6 процентов от текущих значений а касается того почему сейчас не стоит именно бежать и покупать по крайней мере на все деньги и сразу скупать большое количество тех или иных бумаг который по мнению многих аналитиков сейчас стоит очень дешево стоит обратить внимание что несмотря на то что фондовый рынок сша последнее время демонстрирует впечатляющий рост то есть в июле мы это видели аналитики также предупреждают что ралли может закончиться когда в начале августа будут опубликованы следующие данные по инфляции в стране издаюль был для многих индексов очень хорошим в основе этого ралли лежала убежденность инвесторов о том что федеральная резервная система сша начнет замедлять резкий цикл повышения процентной ставки поскольку стремится снизить уровень инфляции за счет сдерживания экономического спроса несмотря на то что фрс скорее всего повысит целевую процентную ставку на своих следующих нескольких заседаниях вероятность того что она поднимет ставку выше трех с половиной процентов февралю уже снизилась вероятности 44 процента до 17 процентов согласно опросам настоящее время центральный банк сша стремится сохранить ориентировочную ставку по федеральным фондам на уровне 2 25 2 с половиной процента по сравнению с почти нулевым уровнем начале года такому оптимистичному взгляду способствует два ключевых признака того что уровень инфляции уже достиг своего пика то есть снижение цен на сырьевые товары падение активности в сфере услуг как мы с вами видим сейчас нет немного тоже скорректировал торгуется в районе 100 долларов то есть то же самое можно сказать о меди которая уже подешевела примерно где-то на 16 процентов упадение активности сфере услуг свидетельствует то что индекс snp global вот сейчас перед вами он на экране то есть по закупкам секторе услуг сша то есть актуальное значение сейчас находится в районе 47 то это значит так как в июле это значение упало до 47 тогда как значение ниже 50 свидетельствует о снижении активности если деловая активность снижается спрос также падать что приведет к снижению цен рынок сможет узнать подтвердиться ли этот оптимистичный тезис когда 10 августа будет опубликован индекс потребительских цен сипе ай то есть экономисты ожидают что он вырастет на 8 и 8 процентов годовом исчислении в июле то будет ниже 9 и 1 процент наблюдавшийся в июне и так для продолжения ралли на фонном рынке необходимо одно главное условие данные должны показать что инфляция остывает если результат окажется меньше ожидание того что фрс замедлить повышение ставки могут исчезнуть что приведет разумеется к падению акций то есть вот три основных события которые должны будут произойти и самые два важных которые первые нужно так сказать выделить это именно пик инфляции обязательно и разумеется пик процентной ставки то есть фрс должен достичь вот этих главных двух именно показатели 3 она не так сильно будет влиять но все же так как смягчение именно денежно-кредитной политики фрс если как ожидают инвесторы начнется 2023 году что принципе маловероятно скорее всего это будет гораздо позднее сейчас скорее всего экономика сша еще столкнется с некой рецессии так как сейчас уже говорится о том что они вошли в техническую рецессию говорит о том принципе скорее всего будет кое-какое значение именно снижение по рынку акции принципе вчера мы с вами видели вот такую картину то есть торги в принципе довольно таки слабенькие были то есть видим что большинство компаний закрылись минус а даже несмотря на то что сейчас опять выходит сезон отчетности то есть многие компании такие как м.д. отчитались очень хорошо видим что они немного подросли но в целом по рынку сейчас ситуация довольно таки нервная поэтому стоит обращать внимание именно на вот эти факторы ну а на этом все если видео было вам интересным полезным можете поставить лайк этому видео подписаться на канал и пишите комментарии я желаю всем удачи и помните что дорогу осилит идущий